Привет, мои друзья! Сегодня на обзоре Сафар и Уралочка, а также их сынок. Я очень-очень рада. Вы даже не представляете, потому что у Ольги и у Сафара сейчас полноценная семья. Не могу выговорить имя мальчика, поэтому буду говорить сынок или мальчик. Для меня это очень сложно, но это для меня, а для Ольги она прекрасно говорит имя мальчика и прекрасно относится к ребёнку, и не надо выискивать какие-то глупости. Она с радостью говорит, что ребёнок хорошо ест фрукты. Её это радует, как мать. Наконец-то она познала чувство материнства. Теперь приветствие этого канала звучит. С вами мы, Ольга и Сафар, и Абдугани, конечно же. Мои дорогие друзья, меня это очень-очень радует. Я считаю, что это действительно счастье, которое на исходе лет посетила, одарила Ольгу не только мужем, но ещё и ребёнком. И не надо мне говорить, что я не права. Я именно права. Потому что не для каждой женщины приемлемо быть не первой женой, или второй, или третьей. Но для Ольги это оказалось нормой. Да, может быть, она в каком-то заблуждении, в какой-то иллюзии, но для неё это совершенно неважно, потому что её любимый муж и её любимый теперь уже и любимый сын с ней. Эта женщина в таком возрасте получила радость материнства. И не надо говорить, что я заблуждаюсь, или я как-то не так говорю. Именно так, потому что лучше любовь познать поздно, чем никогда. И теперь Ольга намного счастливее. Я вижу, какая радость в её глазах, в её словах. Мальчика они очень любят. Посмотрите, как они его нарядили. Посмотрите, как изменился их мир. Посмотрите, они теперь ходят, гуляют, ходят по детским магазинам, просто наслаждаются жизнью. И это их достижение. Они вместе пришли к этому. И работа над каналом осчастливила их обоих. И не надо говорить, что этот мужчина какой-то не такой. Он абсолютно нормальный. Каждый находит себя в каком-то определённом деле. И он нашёл себя в съёмках, он нашёл себя в канале, он нашёл себя в том, что он оператор, в том, что он поднял этот канал, потому что Ольга сама этого без него не смогла бы. Потому что главный двигатель – это всё-таки сафар. Потому что их жизнь интересна людям. Это необычно. Это необычно для нашей страны. Такая семья, такая связь, такая любовь. А то, что они взяли мальчика на воспитание себе – это просто чудо. Он, как отец, в этом абсолютно прав. А Ольга, как мать, так же молодец, что приняла этого ребёнка. И теперь это просто человеческое, женское, семейное счастье. Я только говорю им молодцы, я только говорю им правильно. И ещё я хочу поздравить их со ста тысячами подписчиков. Если бы людям это было неинтересно, люди бы не смотрели этот канал. Даже когда Ольга говорит, что мы показываем вам только то, что хотим, она отчасти лукавит. Потому что она показывает практически всё. Чтобы снять эти полчаса видео, нужно очень много времени на самом деле. А потом его ещё надо смонтировать, а потом ещё надо выложить в интернет. Это всё занимает много времени. И не каждый человек, и не каждый мужчина должен пахать на шахте. Ну, раз у кого-то получилось пристроиться к лёгкой жизни, ну и слава Богу, почему-то другим каналам можно, а этому каналу нельзя. Я думаю, что из-за того, что у Сафара такой хороший, покладистый характер, он заслужил быть героем в своей семье. И не только в семье Ольги, но и в семье родителей, в семье матери и отца. Он съездил в гости и показал очень приличную, порядочную семью трудолюбивых людей. И то, что у них там в стране сложно жить, и в нашей стране для них легче. Он решил, что ребёнок, получив образование в России, может рассчитывать на более перспективную жизнь, на более перспективную профессию. И вообще, мальчик получил просто счастливый билет в лучшую жизнь в России. Я просто уверена, что этот мальчик достоин хорошей жизни и счастливой жизни в семье Ольги и Сафара. И я думаю, что он получит прекрасное образование и будет содержать и обеспечивать свою и бабушку, и мать, и своих братьев и сестёр, и помогать Сафару. Потому что Сафар, как оказался, совсем неплохим человеком, как многие его клемят, и говорят всякие глупости, и говорят всякие гадости про их семью. Я считаю, что здесь совершенно люди неправы. Я считаю, что свет не сошёлся на недвижимости или материальных благах. Да, мы можем сказать, что Ольга завидная невеста. Но для кого? Почему-то Ольга не нашла себе другого мужа, а нашла именно этого, который её устраивает во всех отношениях. Он её любит. Он занимается с ней вместе, этим каналом. Они живут полной жизнью. А теперь у них есть ещё и Абдугали. И это очень-очень здорово. Я смотрю на это, и меня почему-то это очень радует и умиляет. И я понимаю, почему. Потому что у них полная счастливая семья. И то, что Ольга когда-то отдаст свою недвижимость детям Сафара, я считаю, здесь нет ничего плохого. А почему нет? Ну почему нет? Если она счастлива с ними, то почему бы её недвижимость по наследству в дальнейшем не досталась молодым детям Сафара? Ведь мы все не вечны. И это не новость. И ничего здесь нет особенного. Я думаю, что если бы Ольга не нашла Сафара, то она была бы совершенно несчастной и, возможно, её уже бы не было в живых, потому что она бы просто умерла от горя. От горя, от одиночества, от ненужности, от напряжения, наверное, от того, что ей самой бы пришлось очень напрягаться, работать на огороде. Или она бы вообще забросила все эти огородные дела. Ну, я считаю, что человек был бы просто несчастен. А сейчас Ольга живёт полной, настоящей жизнью. И здесь нет ничего особенного. Многие так живут. Просто никто не показывает свою жизнь, потому что не все блогеры. А Ольга монетизировала свою счастливую жизнь вместе с Сафаром. А теперь и Абдугали стал счастливым третьим жителем этой счастливой семьи. Это просто какое-то волшебство, которое происходит на экранах нашего Ютуб. Это просто какое-то волшебство, которое происходит в их маленьком городе. Вы представляете? Мне кажется, они действительно герои их маленького города. Да, может быть. Конечно, они что-то приукрашивают. У них есть какие-то проблемы. Мальчик только приехал. Всем надо привыкнуть к этому. Все должны друг к другу притереться, понять и принять друг друга. Но я думаю, что это всё у них пройдёт, как по маслу. Я думаю, что всё у них сложится. Я думаю, что все они как были счастливыми, так и останутся счастливой семьёй. Я желаю им большого счастья. Я желаю им хороших событий. Я желаю им прекрасного Нового Года. Будьте счастливы. И до новых встреч, мои дорогие друзья. Я хочу вам напомнить, что видео моё развлекательное. Все совпадения случайны. Все персонажи вымышленные. И я выражаю своё личное субъективное осуждение. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока!